Ольга Крылова. До и после тебя. Я родилась в один день, месяц и год с Петром Первым, но, правда, с разницей в 300 лет. Именно поэтому я каждый год приезжаю в день своего рождения в самый красивый и таинственный город Невель в Санкт-Петербург. То, что он красивый, знают все, а вот то, что он весь пронизан мистикой, я узнала недавно. Тем он стал для меня интереснее и привлекательнее. Если взять экскурсию по городу, то тебя обязательно привезут в такие места, как Михайловский дворец с привидением, в нем убили императора Павла, к древнеегипетским огромным сфинксам, украшающим набережную Невы и меняющим на закате солнце выражение лица со спокойного, но устрашающее. Гиды предупреждают людей, что не нужно испытывать судьбу и смотреть сфинксам в глаза, иначе можно сойти с ума. Мистических мест и легенд в Питере очень много, но и мест, исполняющих любое желание, не меньше. Просто нужно обязательно проделать кое-какие манипуляции. Погладить грифона за ухом, поцеловать четных львов на мостовой, залезть на крышу на улице Гороховой, попасть монеткой в чижико-пыжико и многое другое. А самое главное, в это время начинаются белые ночи, и наблюдать, как разводят мосты над Невой, зрелище необыкновенное. Но поездки в Питер появятся в моей жизни не сразу. Родилась я в подмосковном городе Хинки, в семье, к сожалению, неблагополучной. Поэтому не было ни то, что никакой возможности для путешествий, но даже и желаний таких не возникало. Понятия эстетики и красоты, любви и заботы, интересного досуга отсутствовали полностью. Отец спил, мать работала на двух работах, чтобы прокормить меня и мою старшую сестру Ларису, дочь от первого брака. Вечные скандалы, естественно, с крушением мебели и побоями, были нормой. Зачем? Почему? В какой-то момент моя мать все же развелась с отцом, но свидетельство о расторжении брака не спасало никого от пьяных разборок отца. Будучи в разводе, они находились в одной квартире. Однажды мама пошла в исполком, и каким-то чудом отцу дали квартиру в Новых Химках. Когда он переехал, наступила тишина. Но превратности судьбы не ограничивались поведением отца. Мое появление на свет в штыки приняла моя старшая шестилетняя сестра Лариса, и ее ранняя и глупая нелюбовь ко мне, перемешку с ревностью и вредностью, сохранилась на всю жизнь. В детстве я была чем-то вроде гадкого утенка. От отца мне в подарок достался огромный нос. Я не нравилась себе. Когда смотрелась в зеркало, то видела этот нос, тонкие светлые волосы и чувствовала себя ужасно одинокой. В школе училась плохо, можно даже сказать, что вообще не училась. И никому до меня не было дела. Много-много лет спустя я спросила маму, а почему мой папа не любил меня и даже ненавидел? Ларису он называл дочерью, а мне говорил, что я ему никто. Она ответила, потому что ты не хотела учиться. А какое образование было у моего отца? Она сказала, три класса. Я тогда спросила у мамы, а знает ли она, что такое генетика? Она не знала. И я ей попросту объяснила, что у двух редисок не может родиться ананас. И если ты хочешь получить ананас из своего ребенка, то нужно очень постараться. Например, нанимать репетиторов, если сам ничем не можешь ему помочь. Да и это не самое главное. Ребенка нужно любить. Все нуждаются в любви, а дети в особенности. Что сказать о друзьях? Были две подруги, Светка и Маша, которые жили в нашем дворе. Они были красивые и считались благополучными, потому с удовольствием показывали мне свое превосходство. Светка училась со мной в одном классе, Маша на класс старше. У Светки родители пили похлеще моего отца, но мать работала на овощной базе, так что дома у них всегда были колбаса с салями и горы конфет. Она носила джинсы, о которых мне нельзя было и мечтать. Светкина мать пила, даже когда забеременела вторым ребенком. Пила всю беременность. В итоге сестра Светки, Марина, родилась с физическими недостатками. Рот до ушей, шесть пальцев на руке, с одним ухом. Когда она немного подросла, ее отправили в интернат для глухонемых. Светка стеснялась своей сестры и проявляла к ней жестокосердие. Даже не позвала на свадьбу. В семнадцать лет Светка залетела и в очередном порядке вышла замуж. Когда мне было девять лет, она придумала историю, что у меня родители не родные, а я удочеренная, и что она знает, где живут настоящие. Мы сели в автобус и поехали в Новые Химки, якобы к моим родителям. Никогда не забуду, как подошли к дому, зашли в подъезд, поднялись на лифте на этаж, подошли к двери и позвонили в звонок. Мое сердце сильно стучало от волнения. Нам никто не открыл. «Наверное, никого нет дома», сказала Светка. Мы уехали обратно. Выяснилось, что она все придумала, и, естественно, был грандиозный скандал. Моя мама во всем обвинила меня. Как я могла в это поверить? Мама родилась в военные годы. Моя бабушка Валя была дочерью Соловьева Алексея Петровича. Он был из богатой семьи, и они принадлежали к дворянскому роду. В их доме была прислуга. Прапрадеда звали Петр, а прапрабабушку – Анной. Оба – Соловьевы, оба – коренные москвичи. Воспитывали двух детей – сына Алексея и дочь Елизавету. Кстати, также звали детей Петра Первого. Еще одно приятное совпадение. У моего прадеда Алексея, Алексея Петровича, было шестеро детей, и одна из дочерей Валентина – мать моей мамы. Прадед воевал, дошел до Берлина и был награжден медалью за оборону Ленинграда. В Германии его ранило, и он потерял ногу. Алексей Петрович и его жена Анна Васильевна жили в Москве на 2-й Мещанской улице. Их дочь Валя вышла замуж за Семена, москвича, и переехала к нему жить. В 1942 году у Семена и Валентины родилась дочь Люда, моя мама. Дед Семен обожал жену и дочь. Когда его направили работать в Сибирь на завод боеприпасов, жена с дочкой, моей будущей мамой, вернулась в отчий дом к Анне Васильевне и Алексею Петровичу. Однажды бабушка Валя знакомится с Афонькой и уезжает с ним, оставив свою дочь у Анны Васильевны, что и спасло моей маме жизнь. У Анны Васильевны всегда было чем накормить детей, а у Валентины с Афонасием, Афонькой, двое детей умерли от голода. Когда бабушка Валя родила Веру, моей маме было уже 5 лет. Тогда она и забрала ее к себе. Будучи ребенком, мама не понимала, кто есть кто в семье и что вообще происходит. Жили они в холодном бараке и спала она на полу, по которому бегали огромные крысы. Семен, мой дед, когда приехал в Москву и узнал, что жена бросила его, разыскал ее. Он умолял вернуться к нему, но бабушка не хотела. Потом он попросил хотя бы отдать ему маленькую Люду, видя, в каких условиях живет ребенок, но получил отказ. Вскоре Афонька начал пить и поколачивать и жену, и Люду за любые провинности. Деньги, присланные Семеном, пропивались. Мама рассказывала, что когда нужно было записать ее в школу, то повели ее туда босиком, не было денег на обувь. Семен не сдавался. Он приезжал и приезжал в надежде, что любимая отдумается и вернется. Валя родила от Афоньки второго ребенка, Лешку. Семена и это не останавливало. Он был готов забрать ее с тремя детьми. Когда родилась еще одна дочь, Надя, он перестал приезжать. Последующие дети Вали, две девочки, умерли в младенчестве от голода. Дед Семен же вскоре женился второй раз, и больше они с моей бабушкой не виделись. Новая жена запретила ему ездить к родной дочери люди. Так закончилась история любви моих дедушки и бабушки. Мое детство закончилось в 18 лет, и я пошла работать. Начала пользоваться косметикой, завивать волосы и похорошела. Старшая сестра Лариса работала уже давно, но так как никакой любви она ко мне не испытывала, то всю одежду и косметику она прятала в шкаф на замок. Это, правда, меня не останавливало. Я отодвигала шкаф, откручивала заднюю стенку и брала все, что хотела. Маша, моя вторая подруга детства, работала в Москве в районе Павелецкого вокзала в кооперативе. Она познакомила меня с Вадимом, своим директором. Он меня с радостью принял на работу. Так у меня появились первые деньги и первая любовь. Мне было 18, Вадиму 29. Это был конец 80-х. У Вадика была машина-восьмерка, что считалось круто, а также квартира в Химках, которая досталась от бабушки. А еще был друг Юра, который был намного его старше. Он был обладателем квартиры в Москве на Полежаевской. Видика, кожаного кресла-качалки и холодильника, всегда набитого едой. Так я поняла, что есть люди, которые живут хорошо. Юрка работал начальником ДОСАФа. Мы постоянно приезжали к нему в гости насладиться красивой жизнью. Как-то Вадим позвонил и сообщил, что Юрка купил дачу и надо бы съездить в деревню, посмотреть этот дом. На следующий день собралась большая компания, и все на нескольких машинах поехали на фазенду к Юрке. Ехали долго. По приезде все были уставшие, улеглись спать, кроме меня и еще одной девушки. Нам очень хотелось есть. Мы пошли с ней на кухню, начали рыться в сумках. Нашли вареные яйца, хлеб и стали с жадностью поглощать еду. Ведь не ели почти целый день. Так я познакомилась с Ириной. Ирина тоже оказалась любимой женщиной Вадима. С ней мы проговорили до утра. Из разговора я узнала, что она в разводе, и что у нее есть сын Антон от первого брака. С Вадимом они в давних отношениях. Так я поняла, что Вадик больше не мой мужчина. Не было ни выяснений отношений, ни криков, ни слез. Я просто, как говорится, отошла в сторону. Спрашивать, почему он так поступил, я тоже не стала. С Вадимом мы расстались с друзьями. Он действительно стал тем человеком, который очень много помогал мне потом по жизни. Да, и такое порой случается. Я осталась у него работать, как и прежде. Меня все устраивало. Я знала, что такое бедность, и испытать это еще раз я не хотела. К тому времени моей подруге Светке надоела семейная жизнь. Ее муж стал попивать, а сама Света начала гулять. И это было очевидно. В 17 лет выходить замуж по залету впоследствии неминуемы. Как-то оставив ребенка своей мамаше, она предложила нам с Машей сходить куда-нибудь погулять. Мы согласились и предложили ей заехать за нами на работу. Мы стояли втроем возле Павелецкого вокзала и ловили такси. К нам подъехали синие жигули с номерным знаком НЛО вместо цифр. В машине сидели два парня и предложили нас подвезти. Мы, конечно, согласились. Чего бояться? Нас же трое. Пока ехали, мы разговорились, и ребята нам понравились. Один – Артем Шиков, голубоглазый брюнет, что было очень необычно. Второй – коренастый Тимур Минаев, тоже симпатичный. После нашего совместного отдыха Маша начала встречаться с Артемом. Ну, а Светка закрутила роман с Минаевым. В результате этого знакомства мне тоже достался неплохой вариант. Но речь шла не о парне. У Тимура была квартира на третьем Павелецком проезде, и он там не жил. И когда предложил мне там поселиться, я с радостью согласилась. Это был хороший вариант, потому что времена наступили тяжелые. Во всех магазинах стояли огромные очереди. На полках было мало продуктов, и то по талонам, а яйца продавались поштучно. Люди пытались купить хоть что-то.